Привет, друзья, я Олеся Медведева, а вы смотрите новый выпуск Ясно Понятно Блога на канале Страна Юэй. Вчера появилась информация о гражданском, который был убит на Донбассе. По информации ДНР, на юго-западе Донецка погиб мужчина, ему был 71 год. По сообщениям представителей республик, он был застрелен снайпером. В Киеве заявили, что это фейк, однако в ДНР показали видео с телом погибшего. Я предлагаю разобраться в этой истории, смотрите до конца и все станет ясно и понятно. По данным журналистов из Донецка, мужчина погиб в поселке Александровка. Это в 10 километрах от Марьинки, которая контролируется в ИСУ. Как сообщили местные журналисты, погиб 71-летний пенсионер, который вышел на улицу. Это случилось в 17.30. Тело долго не могли эвакуировать, поскольку снайперский огонь продолжался еще какое-то время. Тело погибшего мужчины удалось вынести из-под огня только к вечеру, когда уже стемнело. Фото и видео с телом публикуют в социальных сетях. Корреспонденты, которые приехали на место событий, заявили, что снайпер застрелил мужчину с 300 метров, а он просто вышел на улицу покормить кур. Также представители республик сообщили, что в этот же день погибли двое военных. На севере Донецка, в районе аэропорта и причиной стал минометный огонь. Теперь перейдем к тому, что на все это ответила Украина. Сегодня утром, во вторник, штаб ООС выпустил заявление, в котором назвал данные о снайперах ВСУ фейком. Нарушения с применением оружия сопровождались откровенно сфабрикованными обвинениями в информационном пространстве. В частности, об открытии со стороны подразделений Вооруженных сил Украины снайперского огня. Фейковые новости интенсивно тиражировались в так называемых СМИ ОРДЛО. Украинская сторона СЦКК подготовила соответствующую ноту в адрес СММ УБСЕ с материалами расследования по фактам откровенных манипуляций со стороны российско-оккупационных войск, среди которых материалы видеофиксации событий в районе населенного пункта Александровка, что на временно оккупированной территории сказанного чутье штаба. Примечательно, что гибель двух военных ДНР на окраине Донецка штаб ООС решил не комментировать. И остается только понять, какие именно видеоматериалы украинская сторона передала в ОБСЕ. На момент записи этого блога отчет организации за минувшие сутки еще не опубликован. И если в завтрашнем отчете ОБСЕ не будет данных, опровергающих заявление со стороны ДНР, то можно будет говорить о переходе противостояния на Донбассе на совсем другой уже уровень. Давайте разберемся, первая ли это жертва среди гражданских в 2021 году или нет. 24 февраля в ИСУ сообщали о гибели жителя хутора Вольный, который находится в Луганской области. Он подорвался на мине. Из формулировок штаба ООС следует, что произошло дистанционное минирование противником, от чего, собственно, и погиб местный житель. Он был ранен и скончался в больнице. При этом фото или каких-то видео подтверждений данного инцидента не было. Также он не вошел в отчет ОБСЕ, который был опубликован в следующие сутки. По пенсионеру, который скончался на окраине Донецка, есть и фото, и видео. И эту ситуацию уже обсуждают как повод к интенсификации боевых действий, в том числе и на российских телеканалах. А учитывая сообщения о гибели представителей, как они пишут, народной милиции, буквально в тот же день, то здесь уже можно говорить о новой эскалации конфликта на Донбассе. Известно, что жертвы на фронте рождают ответку, ответную реакцию, после чего жертв становится больше, собственно, и погибших тоже. И все это разворачивается на фоне конфронтации в Минской группе, где по весьма формальным причинам срываются заседания, а также ввиду серьезного ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном. Я уже рассказывала в одном из ясно-понятно блогов про вот это вот Путин-убийца и как украинская партия войны восприняла это как сигнал, который они могут использовать как повод для нагнетания конфронтации на Донбассе. И это, по сути, уже происходит. Ситуация на фронте действительно ухудшается. И если допустить, что снайпер отработал по мирному населению, это могло произойти только после отмашки не преследовать за подобные преступления. Почему же сейчас на Донбассе происходит такое обострение? По одной из версий, у Зеленского хотят показать новой администрации США, что будут, как и при Порошенко, полноценно отрабатывать антироссийскую повестку в обмен на снижение вмешательства штата во внутреннюю украинскую политику. При этом в офисе президента другая трактовка событий. Там говорят, что эскалация – это такой ответ России на предложенный ранее Украиной, Францией и Германией новый план по Донбассу. Таким образом, Кремль пытается этот план отбросить. Эту мысль высказывал глава офиса президента Андрей Ермак и его советник, господи, прости, Арестович. Однако о существовании такого плана говорит пока лишь Киев. Остальные либо не подтверждают, что действительно есть такой план, другие же вообще отрицают таковой. К тому же обострение в регионе началось раньше, чем Ермак заявил, что такой план лежит на столе и вот он сейчас будет рассматриваться, сейчас будем действовать. В любом случае сейчас стороны находятся в глубоком политическом тупике, на который при этом накладывается ухудшение отношений США и России. Не работают даже те форматы, которые функционировали при Обаме, а потом при Трампе, когда от двух держав совещались там специальные переговорщики. Все, не работает. Обнуляет также шансы на деэскалацию и пиар работы на Банковой. По борьбе с пятой колонной Москвы, личным решением Зеленского с помощью заседания СНБО. Таким образом, украинский президент лишает себя возможности что-то решить на личном контакте с Москвой. И все это, к сожалению, приближает возможность еще большей эскалации на Донбассе. Такие дела, друзья. На этом у меня пока все. С вами была я, Олеся Медведева. Ясно-понятно, блог на канале Страна Юэй. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Делитесь нашими видео со своими друзьями, чтобы они знали больше. Делитесь своим мнением в комментариях под этим видео. И совсем скоро с вами снова увидимся. Пока.